Горячие выходные выдались в Краснодаре. За двое суток в городе произошло 19 пожаров, семь из них – категории неучтенных. Это загорание мусора или короткое замыкание. В основном горели автомобили и жилые помещения. В многоэтажном доме на улице Селезнёва ночью в субботу загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте происшествия работали 23 человека и 7 единиц техники. Ликвидировали возгорание к половине 4 утра. Хозяйка квартиры и её 26-летний сын госпитализированы. В огне погиб мужчина. Полыхало воскресным утром в фестивальном микрорайоне. На парковке по улице Яна Полуяна загорелся автомобиль. Как пишут очевидцы в соцсетях, хозяйка машины остановилась, когда почувствовала запах горелого. От огня пострадало авто, которое стояло на стоянке. Но не сильно. Пожарные на место прибыли оперативно. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Справляться с ещё одним задымившимся транспортным средством пришлось пожарным в Комсомольском микрорайоне. Заявка о возгорании на улице 30-й Иркутской дивизии поступила в половине 4 утра. Ликвидировали огонь спустя 12 минут. На тушении работали две пожарные машины и семь спасателей. В социальных сетях пользователи строят версии, почему так активно стали гореть в Краснодаре машины. Не исключают, что это могут быть поджигатели. За выходные на улицах Краснодара произошли десятки ДТП. Некоторые попали в поле зрения камер единой диспетчерской службы. Спешкой невнимательность привели к столкновению на перекрёстке улиц Северной и Рашпилевской. У белой иномарки полностью смят перед. У чёрного хэтчбека боковые повреждения. Обе машины двигались на приличной скорости. Один торопился проскочить перекрёсток, а второй стремительно стартовал. Кто виноват, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. На Северной и Тургенево водитель легковушки не рассчитал расстояние, подъехал слишком близко к грузовику и, скорее всего, оказался в слепой зоне. Когда большегруз тронулся, он задел иномарку. Водители пассажира иномарки вышли из авто. Одного из них ситуация сильно возмутила. Своё негодование он пытался выместить на грузовике. А в этом ДТП пострадал пешеход. Сначала женщина нерешительно топчется вблизи зебры, потом начинает переходить дорогу на красный сигнал светофора. В это время перекрёсток пересекает тёмная иномарка. Водитель не заметил женщину и сбил её. К счастью, скорость была небольшая. Водитель помог пострадавшей подняться. По данным сотрудников ЕДДС, он посадил её в свою машину и, скорее всего, увёз в больницу. Лихой мотоциклист несётся по Ставропольской. На скорости он задевает хэтчбэк и уезжает дальше. Водитель иномарки останавливается, включает аварийку и в недоумении осматривает повреждения. Через некоторое время на место ДТП прибыли сотрудники полиции. Теперь они будут разыскивать нарушителя. Водитель светлой иномарки припарковал коллегу на тротуар на Красной и Головатого. Один из автомобилистов решил повернуть, а второй не понял манёвра. Итог – удар в бок. Водители обеих машин подсчитывают повреждения. Неожиданный манёвр серебристой иномарки стал причиной аварии на перекрёстке Мира и Ленина. То ли водитель не справился с управлением, то ли просто не заметил другую машину. В результате от удара одной из машин развернуло на 360 градусов. За правами в МФЦ. Постановление об изменениях при выдаче водительских удостоверений подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства. Итак, теперь получить новые права взамен старых можно в многофункциональных центрах. Также через них можно оформить водительское удостоверение международного образца. Постановление также уточняет исчисление времени действия прав в случае досрочной замены. Раньше он оставался неизменным. Теперь при условии предоставления медицинского заключения автолюбитель может получить новое водительское удостоверение сроком на 10 лет. В постановлении также уточняется процедура обмена иностранных прав на права российского образца.